Всем доброго дня! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Давно мы с вами не гуляли, как и я, собственно, не гуляла по проспекту мира. У меня было видео, когда я просто так вот шла по улице и рассказывала о зданиях, которые находятся с правой стороны, с левой стороны от меня. Но более подробно я, как бы, на этих зданиях не останавливалась. И вот сегодня я решила эту оплошность исправить и познакомить вас поподробнее с некоторыми зданиями. Ну вот, идя по улице проспект мира, я здесь как-то оказалась случайно, и я увидела это здание и поняла, что я должна о нем узнать побольше, должна его снять, вам показать. И так оно и получилось. Я это здание сняла и стала искать его историю. Это здание стоит по улице проспект мира, дом 19. Такой сравнительно небольшой доходный дом. Он был построен в 1903 году архитектором Матвеевым. Эта часть здания в 1900-е годы занимала женская частная гимназия сомгиной, имевшая репутацию прогрессивной. Ну, а само это здание было построено, как я уже сказала, в 1903 году по заказу купца Чулкова под наемные квартиры. Проект принадлежал московскому архитектору Николаю Матвееву Калинину. На его счету уже было свыше 10 доходных домов в столице. И это вот здание, оно такое монументальное, оно отличалось от всей окрестной застройки. И кроме того, оно было сконструировано по самой современной на тот момент технологии. Кирпичные фасады опирались на внутренний железный каркас. Каркасная конструкция позволяла проектировать масштабные парадные помещения, лестницы с большими пролетами и разнообразные консольные балконы. Дом Чулкова получил насыщенный декор фасада, выдержанный в стиле модерн с отсылкой к классицизму. Я не специалист в области архитектуры, но видно, что дом, конечно, очень красивый и украшен различными всякими прибамбасами, скажем так, по-простому. Если говорить по-умному, то здесь три резолита с высокими атиками, они подчеркивают входные группы и создают вертикальную перспективу. И каждое окно окружает лепнина с цветами и маскаронами, а решетки балкона второго этажа повторяют узоры балконов метрополя. Как я уже говорила, с 1903 года два подъезда в здании занимало частное женское коммерческое училище под управлением Лидии Федоровны Самгиной, соучредителями которого были действительный статский советник Аркадий Андреевич Сосницкий и почетный гражданин Иван Яковлевич Самгин. Гимназия считалась прогрессивной, обучение проходило в просторных, хорошо оборудованных кабинетах. В заведении числилось два приготовительных и восемь основных классов, кроме них шли временные вечерние курсы. После революции здание было национализировано и передано в жилой фонд под коммунальные квартиры. Внутренние помещения были изменены при помощи на расчисленных перепланировок и была утрачена оригинальная отделка интерьеров. После распада СССР дом частично сдается под офисы. В 2010-м годах фасад был перекрашен из светло-зеленого и такого цвета охры в ярко-голубой цвет. Ну вот, собственно, об этом здании я вам хотела рассказать. Ну, а в следующем видео я вам расскажу еще о некоторых зданиях, которые мне встретились, когда я гуляла по проспекту мира. Знаете, так ты иногда ходишь-ходишь мимо, проходишь и не замечаешь. А когда вот начинаешь, я вам уже об этом говорила, когда начинаешь вести канал и снимать какие-то здания, более внимательно смотришь на какие-то вещи, на памятники, на здания, на какие-то мелочи. И вот этому меня научил, собственно говоря, канал. И за что большое спасибо вам всем, что вы смотрите, за то, что вы меня поддерживаете в этом, и за то, что вам тоже это интересно, я надеюсь. Все, всем большое спасибо. На сегодня это все. До свидания, до встречи. Я желаю вам, как всегда, всего самого-самого доброго. И приглашаю подписаться на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. И будьте здоровы. Пожалуйста, будьте здоровы. До свидания, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok